Всем привет, друзья! Прямо сейчас мы находимся на сайте под названием Покердом. И в этом видеоролике я расскажу вам про шикарнейший слот, который по-любому вы видели у большинства казино-стримеров. К примеру, у какого-то Витуса, Молстроя или Артура Злова. Да-да, тот самый Минотавр, который постоянно прыгает, падает, прыгает, падает. По-любому вы его видели. Ну а перед тем, как мы начнем играть в этот слот, я напоминаю, что ссылочка на сайт и на промокод находится в закрепленном комментарии под этим видеороликом. Также не забывайте, что на сайте Покердом невероятное количество халявы. Прям, ну вы себе даже представить не можете, насколько ее много. То есть мы только заходим на сайт и первое, что он встречает, это не какие-то мини-игры, а прям слово халява. Выполняй задание и получай призы. Переходишь на вкладку, ознакомливаешься и забираешь свои бонусы. Мы же с вами перемещаемся в слот, который называется Минотавр, просто вписываем в поиски, чтобы долго не искать. После чего нажимаем на сам слот и нажимаем на кнопочку играть. Мы переместились в слот Минотавр, давайте расскажу, что, как, зачем, почему. На баланс сегодня у меня 50 тысяч рублей. Просто немножко поиграем. Если выиграем, значит выиграем, проиграем, ну значит такова судьба. Ничего с этим, увы, не поделать. Начнем с того, что этот слот не особо нужно крутить. То есть по большей части все покупают здесь бонуску и надеются, что Минотавр прыгнет как можно больше количества раз. Мы же с вами сегодня его и покрутим, и купим бонуску. Первое, что надо сделать, когда только-только зашли в этот слот, это выключить гребаную музыку, потому что она правда здесь очень громкая и даже немножко пугающая. Так вот, внизу у нас есть фикс линии, мы их вообще не трогаем. Также есть валюта и непосредственно сама ставка, которую мы с вами, понятное дело, увеличим. К примеру, до 100 рублей за один прокрут. Как по мне, более чем достаточно для того, чтобы играть здесь. Вы можете, понятное дело, поставить ставку и рубль, и 5, и 10. Роли особо не играют. Это повлияет исключительно на ваш потенциальный выигрыш. Также у нас с вами есть возможность включить турбоспины, то есть один прокрут у нас будет выглядеть примерно вот так. Если же выключить турбоспины, то прокрутка будет немножко подольше, и мы будем видеть, как останавливается каждый барабан по очереди. Также мы с вами можем включить автопрокрутку, то есть вот мои руки, и все делается в автоматическом порядке. То есть абсолютно никаких действий для этого делать мне не нужно. Также вверху мы видим, какой это прокрут по счету. То есть у нас с вами здесь написано игра 7, сейчас игра 8. Думаю, суть вы уловили. Собственно, пока что все это дело мы с вами останавливаем. Ну и я предлагаю купить бонус, потому что у нас сделалось уже какое-то определенное количество автоматических прокрутов, которые я забыл выключить. Я думаю, можно еще поднять ставку, к примеру, до 180-200 рублей, и после этого нажимаем купить бонуску за 5000. Но, на минуточку, у нас здесь есть выбор. Либо мы берем самую дешевую, либо среднюю, либо самую-самую дорогую. Честно говоря, я всегда беру самую дорогую, но давайте ради эксперимента возьмем самую дешевую, то есть за 5000. И посмотрим, что у нас с вами получится. В чем вообще отличие этих бонусок друг от друга? Во-первых, это сам минотавр, он у нас становится на второй барабан. Если мы берем вторую бонуску, то на третий барабан, и третья бонуска на четвертый барабан. От этого зависит, сколько мы с вами заработаем денег. Собственно, нажимая кнопочку старт, у нас минотавр на втором барабане, и надо, чтобы он наиграл огромный икс. То есть надо, чтобы он прыгал, прыгал и прыгал. А когда уже он перестанет прыгать, собственно, все и закончилось. Да, к сожалению, у нас всего 3 икс, очень маленький, но при этом не самые плохие символы. То есть женщины, женщины, это хорошо. Это нормальный символ, они стоят дорого. То есть мы с вами только что вышли плюс на 1000 рублей. При том, что потратили буквально, ну, секунд 30, если не учитывать мое вам объяснение. Также можем попробовать взять бонуску чуть подороже, к примеру, за 7200. И посмотрим, возможно, она нам даст гораздо-гораздо больше денег. Ну и самую дорогую мы, понятное дело, тоже с вами сегодня возьмем. Минотавр перемещается в центр экрана, или же на третий барабан. Главное просто, чтобы сразу он не сыграл, он сыграл сразу, моментально. Даже не знаю, что сказать, 2 икс это отвратительно, это прям ужасно. Хотелось бы хотя бы икс 5, ну серьезно. Хотя бы просто посмотреть, как оно вообще выглядит, сколько мы заработаем на этом. Но пока что у нас, кстати, не играет. Нет, я почему-то думал, клубки сыграют, но уже икс 4. Уже икс 4 он все еще не играет, просто замечательно. Икс 5, икс 5 тоже не играет. Отлично, слушай, я уже выполнил свою цель. Теперь нам главное, чтобы если сыграет, то сыграло хотя бы с нормальными дорогими символами. Уже икс 7, и хорошо, клубки опять-таки не закрывает, это просто супер. Икс 8, опять-таки, ничего не закрывает вообще, и это уже хорошие деньги. Главное, просто хороший символ, супер. Икс 10 у нас уже с вами есть. Хорошо. Пока что держимся очень даже достойно, на самом деле. Икс 11, но, к сожалению, закрыло. И закрыло очень плохо. Мы получили 22 тысячи, при том, что изначально у нас с вами... Изначально мы с вами потратили примерно 20. Символы не закрылись полностью. То есть нам не хватило вот здесь, на последнем барабане, еще одного клубка, я так понимаю, чтобы мы получили какой-то хороший выигрыш. Тем не менее, тем не менее, очень даже достойные деньги. Я бы напоследок даже взял еще одну бонуску, к примеру, за... Блин, на самом деле можно взять подороже, к примеру, за 12 тысяч рублей. Попробуем сыграть на третьем барабане снова, потому что, опять-таки, надо давать шансы. Надо давать шансы, и это все равно будут неплохие деньги. Нам бы хотя бы вернуть то, что у нас изначально было, уже было бы просто супер. Хорошо. Х2 у нас уже с вами есть. Х3 мы тоже с вами вроде как получаем. Да, все хорошо. Х4. Замечательно. Просто супер. И пока что не закрываем. Пожалуйста, мне нужны дорогие символы. Но какие-то... Ну, какие-то дорогие символы. Что это? 1700 рублей. Но это просто ужас. Я предлагаю взять последнюю бонуску на все наши деньги. То есть на 30 тысяч рублей. И Минотавр отправляется на четвертый барабан. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять-таки, хотелось бы выйти хотя бы в ноль. Повторюсь, изначальный баланс был 50 тысяч. Но, честно говоря, слабо в это верится. Минотавр это такой слот, в котором повезет, не повезет. Вы, наверное, скажете, типа, так в большинстве слотов. Да нет, ни хрена подобного. Здесь реально повезет, не повезет. То есть чем больше он прыгает, тем больше вы зарабатываете. Но при всем при этом, если будет хреновый символ, вы ничего не заработаете. Даже если он сделает х20 или х30. Мы с вами это на примере клубочков уже увидели. То есть смотри, уже х7 есть. Уже есть х7, х8 есть. Но я не верю. Честно, я не верю, что будут хорошие символы. И что оно все полностью закроет. Тем не менее, х10 мы с вами уже получаем. Нет, кстати, я почему-то на секунду подумал, что мы закрываем женщин. Но нет, клубочки тоже не закрываем. Х11, х12 уже на ваших экранах. И пока что очень даже непонятно. Я х13, я не понимаю, что происходит. Это уже охренеть, какой хороший х. Но нужны, блин, хорошие символы. Х15. Слушай, мне кажется, что я не зря купил последнюю бонуску. Честно, прям вообще не зря. Х16, хорошо. И мы получаем уже Х17 на минуточку. Но дорогих символов я не вижу. Типа, мало того, что оно не закрывает ничего, так дорогих символов вообще нет. Даже клубки не хочет нормально ставить. Подожди, подожди. Это много, это много. Но вот насколько много? Сто четырнадцать тысяч. Ха-ро-шо. Все. Последняя бонуска явно была не лишней. Это просто оху-е-на. Мало того, что мы вернули свои деньги, мы умножили их в два с половиной раза. Друзья, напоминаю, мы играли на сайте Покердом. Ссылочка на сайт и промокод находятся в закрепленном комментарии под этим видеороликом. Переходи и играй в гребаного Минотавра.